Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Бизнес онлайн» и я, Сергей Иванов. Сегодня у нас в гостях основатель ресурса e-money news Вячеслав Федоров. С ним мы будем говорить об актуальных тенденциях рынка электронных платежей и о вечном вопросе этого рынка – безопасности денег и данных. Вячеслав, привет! Здравствуйте, Сергей! Я сразу хочу сделать, как говорится, ясность некую для наших зрителей. Название твоего ресурса, если его так незнакомый человек прочтет, e-money news оставит подозревать, что это некое такое электронное СМИ о рынке электронных платежей. Но мы-то знаем, что ты еще оказываешь какие-то услуги на рынке электронных платежей. Можешь рассказать нашим зрителям, что такое e-money news, для того, чтобы обозначить твою специализацию? Ну, спасибо большое за вопрос. Наверное, немножко вернемся назад. И все мы развиваемся. И для того, чтобы, собственно, качественно выполнять свою работу, мне приходилось изучить большое количество различной информации в сферу своей деятельности, которую я осуществлял в Йоте при построении платежной инфраструктуры для оператора в России, Никарагуа и частично Белоруссии, когда мы этим занимались. И, в свою очередь, получая информацию, я ее выкладывал в простом блоге. Постепенно этот блог перерос, собственно, в средства массовой информации. И те люди, которые получали качественно или некачественно это судить, собственно, самой аудиторией моего ресурса, но какую-то информацию, они стали отправлять те или иные вопросы, отзывы обратно, собственно, мне, как владельцу блога. И, учитывая подребность людей в получении различной информации либо услуг, я стал просто пытаться тестировать, какие услуги могут пойти на этом ресурсе. И, собственно, пошли услуги подключения платежных систем, тестирование процессинговых компаний и так далее, и так далее, и так далее. Все перечислено. То есть это блог и сервис одновременно, правильно? В том числе. Вот так вот можно обозначить. Хорошо, ну вот ты накопил достаточно большой опыт, анализируя рынок платежных систем, электронных платежей. Можешь вот кратко обрисовать нам, в каком состоянии нынче находится рынок электронных платежей именно на сегодняшний момент? Правда ли, что в e-commerce за электронными платежами платят только гики, а большинство населения остается пассивным, инертным и никак не задействовано в этом секторе? В свое время, когда я присутствовал при развитии проекта Яндекс.Деньги и в течение долгого времени, это было так. Но постепенно, в том числе стараниями государства, международных платежных систем, банковского сектора, это направление становится все больше и больше популярным. И даже на данный момент платежи за связь, к примеру, проще осуществить действительно сидя дома с банковской карточки. У нас еще люди не подкованы информационно, чтобы понимать, что это безопасно, просто и удобно. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть рынок идет вверх, но не такими большими и быстрыми темпами, как нам всем хотелось бы, как хотелось бы игрокам рынка. А за какие товары и услуги в основном платят люди в системе электронных платежей? То есть в основном мобильная связь, правильно? Есть какие-то сдвиги? Я знаю просто, что наши гости предыдущие именно так отвечали на этот вопрос, поэтому я его с надеждой услышу что-нибудь другое и задаю тебе сейчас. Есть статистика и показатели, к примеру, по рынку платежных терминалов, которые развивались в течение 10 лет. И мы понимаем, что основное направление платежей действительно идут за связь. И примерно, наверное, 80% платежей наличными в терминалы идут за связь. То есть это наиболее интересующее людей направление, потому что они этим услугами постоянно пользуются. Но постепенно происходит изменение и из налички люди переходят в электронные платежные средства. Соответственно, и также они ленятся. Они не хотят идти на улицу платить через платежный терминал и все больше и больше начинают потреблять услуг, сидя дома за компьютером. Ну или в кафе за компьютером и так далее. Соответственно, так как в течение 10 лет основные направления, это была связь, но различные платежные системы экспериментируют с внедрением дополнительных сервисов на терминалах в том числе, то мы видим запрос от рынка предпринимателей, которые, сами предприниматели, они экспериментируют с различными бизнес-моделями. И, ну, по крайней мере, вот из той статистики, которая у нас есть, это присутствуют же направления купонаторы, финансы, софт, телеком, торговля с Китаем, это кроссбординг и так далее, и так далее. Я, если говорить по статистике, а я позволю себе, собственно, по ней пройти, то мы понимаем, что сначала купонаторы были, ну, строили одну бизнес-модель, и на данный момент, ну, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, мы видим, 30% платежей идут банковскими карточками, 32% платежей – это интернет-платежные системы. Понятно, что остаются другие платежные методы, но они все больше и больше востребованы. К примеру, возьмем рынок финансовых услуг, это Форексы и все, что находится рядом с этим направлением, какие-то роботы, трейдинг и так далее. Мы там видим платежи посредством банковских карточек – это порядка 50%. То есть нельзя сказать точно, что какая-то определенная отрасль потребляет больше. То есть в общем картинка, конечно, такова, что банковские карточки превалируют, но если делить каждый отдельный сегмент рынка и анализировать его, то там платежные методы используются разные. К примеру, возьмем софт, и все мы сейчас пользуемся периодически теми продуктами, которые нам удобны в той или иной нише. У меня коллеги, к примеру, в течение пяти лет развивали сервис, который заменяет безопасное получение флешки из компьютера. И они развили его до такого уровня и стали продавать софтинку то ли по 5 долларов, то ли по 10. И она очень хорошо пошла. То есть это ниша, на которую они акцентировали внимание. Так вот, если смотрим на потребление софта, то это опять же лидером являются банковские карточки 37%. Ну, интернет-платежные системы порядка 30%, основные популярные у нас – это Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, WebMoney. Ну, вот они порядка 30%. И также существует такое направление бизнеса, как мобильная коммерция. Ее начали развивать в свое время телеком-операторы. И постепенно мобильная коммерция вытесняет платежи на короткие номера. И там мы видим, собственно, тенденцию, если сегмент рынка, к примеру, опять же тот же софт, использует мобильную коммерцию, то там средний чек при маленьком остатке на счете составляет до 500 рублей. Этот способ платежа очень востребован среди пользователей. И так как уровень проникновения мобильных телефонов, он очень высок. Мы это видим, мы это знаем. Соответственно, там востребованность именно в софте – это порядка 18%. Замечательно. Я просто понимаю, что на слух, наверное, так всю полноту данных наши зрители, наверное, не воспримут. Поэтому я думаю, что они смогут связаться в комментариях с тобой после передачи. Когда будет смотреть, у нас очень активно развита система комментариев. И, наверное, получить более дополнительную информацию. Либо непосредственно у тебя на сайте. У меня сразу возникает вопрос. Вот ты анализируешь рынок, который сейчас существует, а как-то на нем сказался приход PayPal в Россию? Он что-то изменил? Или еще рано говорить о каких-то выводах? Во-первых, посмотрим на то, что пользователи, наши российские потребители, они и пользовались PayPal. И пользовались инструментами вывода денежных средств нероссийскими. Ну, то есть это было, рынок рос, и востребованность была. При этом PayPal, понятно, пришел тоже не просто так, потому что мы являемся развивающейся страной с точки зрения e-commerce. И он открыл юрлицо, получил лицензию на предоставление услуг на территории РФ. Предоставив тем самым большому количеству малых предпринимателей и средних предпринимателей подключаться самостоятельно к их сервису. То есть вывод теперь возможен в том числе на российскую эмиссию. Ну, то есть на банковские карточки, имитированные на территории РФ. И, с одной стороны, это большой плюс, который они отдали российскому рынку. С другой стороны, на данный момент они действительно подключают больших игроков. А если говорить о том, что подключение всех платежных методов – это достаточно сложный процесс, потому что большие платежные системы Киеви, Яндекс.Деньги и так далее, у них есть некий алгоритм, которым ты обязательно должен соответствовать. И ты должен его пройти для подключения. Это трудоемкий процесс. Соответственно, появились на рынке агрегаторы, которые предоставляют услуги, в том числе подключение и PayPal. Почему я подвожу, собственно, к агрегаторам? Потому что малый и средний бизнес, не вкладывая больших усилий в реализацию приема платежей, могут взять все совокупно, в том числе и PayPal, через одну платежную систему одним договором. И это позволяет, с одной стороны, быстро подключить к приему платежей, а с другой стороны, сильного скачка при появлении PayPal у нас, оно не произошло. То есть, есть рынок, этот рынок действительно, была востребована платежная система PayPal, просто ее более простым инструментом подключения предоставили на территории РФ. Но это мое видение, возможно, у меня какая-то нехватка информации, потому что действительно внутренних данных PayPal я не вижу, но по моим ощущениям, кардинального скачка не произошло. Ну, гость из PayPal у нас недавно был в студии, Владимир Малюгин, он действительно, еще находится в самом начале своего пути, поэтому очень осторожно говорят о планах и перспективах, о путях своего развития, но я думаю, что в будущем пока. Если мы возьмем отдельные интернет-магазины во всей сфере e-commerce, которые достаточно широко трактуются, понятно, что до тех пор, пока они предоставляют возможность оплачивать наличными в месте покупки, и вряд ли сильно подвигнет нашу аудиторию переходить на электронные платежи. Это не софт, это не телеком, где альтернатива выходить на мороз, что называется. Тем не менее, если говорить о e-money news как о консультативном таком ресурсе, вот где ты видишь пути привлечения пользователей к электронным платежам расплачиваться в интернет-магазинах? Какие могут быть твои рекомендации? Во-первых, у нас есть целый пласт рынка, который на данный момент использует сайт как рекламную площадку, и не пытается внедрить какие-то платежные методы, чтобы как-то получить обратную связь от рынка именно через сайт. Мы смотрим на больших игроков, таких как Enter, который внедрил хорошую площадку и так далее. Примеров достаточно много. И они уже видят, что происходит с рынком e-commerce. Соответственно, единственное, что я могу первое сказать, это надо игрокам рынка минимальными затратами внедрить платежные сервисы у себя на сайтах и увидеть реакцию самого рынка, соотнести оффлайновые платежи, которые к ним приходят, и онлайновые платежи. Тем самым это даст возможность понять о вообще развитии рынка. И будет стимулировать самого интернет-предпринимателя, можно его будет уже так назвать, развивать именно направление e-commerce, которое позволяет получать предоплату. Какие, на твой взгляд, шаги должны сделать, усилия предпринять владельцы интернет-магазина, чтобы побудить пользователей совершать интернет-платежи, улучшить юзабилитие сайта в части оплаты платежей, как стимулировать какими-то бонусами, есть какие-то у тебя конкретные рецепты? Ну, с одной стороны, внедрить вообще прием платежей к себе на сайт, это раз. Да, может быть, с этого иначе. Без этого никак. А второе, анализировать поведение аудитории с перехода из корзины, то есть со сбора самого товара или услуги к самому платежу. И в тот момент, когда он начнет анализировать, он поймет, что большое количество людей отваливается в момент перехода от формирования корзины к самому платежу на сайте. Это даст ему возможность, по крайней мере, понимать, что улучшать. Это первое. Второе, бонусы играют хорошую роль при возвращении клиента обратно, когда он единожды сделал платеж. И вы понимаете, как дальше управлять этим человеком, включая те или иные маркетинговые каналы. Основными, конечно, двигателями, которые будут и лоббистами, наверное, так сказать, являются государства, платежные системы и банковский сектор, и IPSP, интернет-сервис, поймет провайдеры. Но в целом, то есть трудно говорить, что мне сейчас сделать с интернет-магазином, чтобы максимально увеличить рост оборотов посредством электронных платежных систем. Почему? Потому что у нас сам пользователь не умеет платить банковскими карточками. Здесь получается какой-то замкнутый круг. Пользователь не умеет, владельцы интернет-магазина не знают или не хочут. Обучение – это самый важный момент. То есть все-таки в обучении и приучение. Но а в чем оно должно состоять? Давайте посмотрим на то, что, с одной стороны, если мы будем отдавать достаточно количества своего времени как предпринимателей для того, чтобы обучить ту аудиторию, которая зашла на наш сайт, и периодически проводя конференции, точнее, участвуя в конференциях, я спрашиваю у людей, у кого нет банковской карточки. И поднимает, в больших городах Москва, Петербург, поднимает 10%, что у них нет банковской карточки. При этом мы видим по статистике Центробанка, это 85% людей, которые вытаскивают наличку и все. То есть на самом деле потенциал для платежей, он есть. Главное – обучить эту аудиторию оплачивать в сети интернет. Вот это основная задача. Так вот, если мы будем тратить достаточно усилия на своих сайтах, объясняя механику проведения платежа и объясняя, что это безопасно при разумном понимании, как это делается, то рост пойдет. Не зря международные платежные системы Visa и Master внедряют решения, онлайн-решения, обучающие как раз людей пользоваться платежными продуктами. Ты неожиданно и весьма остроумно заметил, что для того, чтобы решать проблемы с приучением пользователей к электронным платежам, нужно сначала организовать эти платежи у себя на сайте. Это что, настолько сложно и дорого? Или есть какие-то иные причины нежелания владельцев интернет-магазинов организовывать у себя прием электронных платежей? В чем проблема? Ну, с одной стороны, если посмотреть на то, что огромное количество других процессов, которыми занято Поглощенное владельцев время, которым занят сам предприниматель, это там закупки, собственно, там, я не знаю, кассовый разрыв и так далее, и так далее, ну, огромное количество бизнес-процессов, которыми его занят, то у него периодически просто не доходят до этого руки, не доходят, нет времени, и, возможно, он даже не обращает на это внимания, потому что это является неприоритетным направлением. И после того, как он внедряет, он уже понимает, собственно, что с этим можно работать. Я немножко отошел от вопроса или нет? Еще раз. Ну, в общем-то, вопрос был в том, что насколько это, неужели это так долго и дорого? Нет, это недолго и недорого, при учете того, что внедрить прием платежей. Да, мы понимаем, что это не то, чтобы долго и дорого, но это пока почему-то не очень важно для владельцев. Если говорить с точки зрения трудозатрат, то подписание договора, грубо говоря, с агрегатором для того, чтобы попробовать, занимает, ну, две недели, потому что проверяет службы безопасности, банк и так далее, и так далее, а протокол передачи данных, его реализация при качественном подходе, ну, я не знаю, два-три дня. Это срок, за который можно оперативно внедрить прием платежей у себя на сайте и начинать работать, анализировать эту аудиторию. Я просто подозревал, вдруг есть какие-то еще иные причины, помимо занятостей владельцев, в том, что они не внедряют электронные платежи. Может быть, они не очень хотят светить свои кэшфлоу. Может быть, так. Нет? Ну, возможно, я просто в эту сторону даже не думал. Я думаю, что это фактор, который в нашей стране, как минимум, имеет место быть. Но постепенно понимая, что, допустим, законодатели будут вносить ограничения на бумажный эквивалент денег, то мы понимаем, что надо уже сейчас заскакивать в паровоз, экспериментировать, чтобы подготовиться к будущей, к той ситуации, когда кэш будет уходить. Ну, понятно, что никто не торопится раньше времени. Пока не клюнет. Да, пока не клюнет. У тебя на ресурсе и Money News есть услуга тестирования платежных сервисов, насколько я знаю. Как бы ты оценил общий средний уровень, представляемых на тестировании продуктов? Какие основные, как говорится, косяки, недоработки, сложности обнаруживаются в первую очередь, типичные? Ну, я бы так сказал, полностью ответив на ситуацию. С одной стороны, банковский сектор, ну, к примеру, рассмотрим банковский сектор, внедряет онлайн-решение. С другой стороны, не всегда проводится хорошее, грамотное тестирование этого продукта. И если посмотрим на данные, которые, допустим, предоставила группа IB, то страдает даже не физическое лицо или юридическое лицо, я имею в виду малый и средний предприниматель с точки зрения платежей, а страдает в большей степени банковский сектор и юридические лица, которые хранят деньги на расчетных счетах своих. Ну, если вот с точки зрения объема денег и проблем. Так, они страдают? Да, ну, страдают очень хорошо. Есть данные, к примеру, там, предоставляемые как раз группой IB, и меня они очень в свое время на одной из конференций... Подобрать бы слово. Да, да, я не могу это сказать. Не могу это сказать. Ну, вот, к примеру, один из мошенников, он наворовал на 24 миллиона долларов. Ну, к примеру, то есть микроплатежами ты таких сумм не добьешься, и это надо очень постараться, поэтому они идут в те сегменты, где действительно деньги есть. Ну, если говорить об уровне, чем действительно, безопасностью чего надо заниматься, банками или безопасностью интернет-магазинов. Но, если же мы говорим про то, что даже платежные системы на данный момент развиваются и, тестируя свои внутренние продукты, сталкиваются с большими проблемами и с потерей денег, то, да, я не буду говорить примеры и называть компанией, да, но потом мне там пожурят очень хорошо. Да, у них же все безопасно, да, все замечательно. Но, в целом, действительно, присутствуют проблемы, которые необходимо решать. Представим себе компанию из 150 человек, ну, я имею в виду сотрудников, которые, с одной стороны, в течение долгого времени работают над новой версией продукта, запускают ее, а впоследствии понимают уязвимость, которую ей предоставляет рынок и получают большие-большие проблемы. Но именно вы эту уязвимость первыми обнаруживаете или все-таки это уже... Ну, если говорить про, когда я еще не имел никакой компании, собственно, своей и работал в одной из платежных систем или тем или иным образом участвовал, да, в развитии той или иной платежной системы, то уязвимость возникала только при том моменте, когда ее обнаруживали. То есть, грубо говоря, выпускается версия, запускается, а при большом потоке, ну, там, к примеру, двух тысячах транзакций, ну, это абстрактно, да, выползает проблема в виде больших-больших копеек, ну, то есть, больших рублей, которые потом должна закрывать сама компания, платежная система. Такие случаи нередки, в том числе и вот в банковском секторе. Ну, а ваше тестирование какие ошибки вот позволяет выявить? То есть, понятно, что вот эти вот дырки уязвимости уже практика выявляет, но, тем не менее, в чем-то ваше тестирование заключается? Вот именно какие вы вердикты выносите, какие ошибки типичны, на какие ошибки показываете? Ну, как и даже при работе с любым сайтом проводится тестирование поведения пользователя от и до, и на каждом этапе есть понимание того, что пользователь либо отваливается, либо не может сделать какое-то действие, которое он хочет. Ну, это без вломов, если мы говорим. Если говорить про взломы, то есть нагрузочное тестирование, которое, к примеру, проверяет отказоустойчивость самой системы при большом потоке информации на сервера. Ну, есть разные-разные направления, в том числе проведение в качестве тестов DDoS-атаки для проверки, но это, опять же, в рамках законодательных возможностей и согласования с компанией. То есть, если необходимо, это можно сделать. Ну, а заказывают у вас для себя DDoS-атаку? Были случаи? На данный момент нет, но... Но если потребуется, то вы организуете. Я просто сталкивался с ситуациями, когда большие компании внутри себя самостоятельно проводили DDoS-атаки и тем самым рушили систему очень-очень сильно. Вернемся к безопасности. Тема уж поднята. Если говорить о безопасности платежей в интернет-магазинах и хранении средств в электронных деньгах, то каков на сегодняшний день топ проблем с безопасностью? Каким образом наиболее легко и вероятно потерять деньги? Ну, вот если говорить о том, что наиболее популярные способы потери данных – это финансовых данных, то это в основном банкоматы. Это скимминг, шимминг, который позволяет украсть данные именно с банкоматов. А второй момент – это фишинг, взлом самих платежных страниц. До платежных страниц добираются в меньшей мере по причине того, что действительно платежные системы стараются закрывать возможность доступа к своим данным. И второй момент – даже получив PCI-DSS, то есть это лицензия на предоставление услуг процессинговых и подключение приема платежей, то даже IPSP не обладают и не держат у себя данных для того, чтобы эти данные не украли. Соответственно, это позволяет достаточно хорошо охранять эти данные. Но в большинстве случаев сам пользователь виноват в том, что у него данные воруются. Если мы посмотрим, что сейчас происходит, допустим, в тех же кафе и магазинах, то пользователь и потребитель отдает банковскую карточку в руки кассиру или официанту просто так. Так, имея в руках, собственно, доступ к личному счету, к кошельку человека, можно забрать эти деньги, немножко покопавшись в информации, как же все-таки это делается. И это просто, скорее всего, чудо, что у большинства наших пользователей просто до сих пор деньги на месте. Да, но это недолго. Самое главное, чтобы у них была информация о том, что это кошелек, который отдавать нельзя. Правила международных платежей, он явный пример. К примеру, приходим в Макдональдс, там установлены терминалы русского стандарта, и, собственно, они повернуты лицом к потребителю. То есть он сам вносит карточку, он сам вносит данные, забирает карточку. Это во многих магазинах сейчас такое. Да, правила международных платежных систем говорят о следующем, что вы должны внимательно относиться, ну, это между строк, к данным банковских карточек. И сам кассир, либо официант должны принести вам терминал, вы сами прокатываете карточку. Он вправе попросить паспорт, чтобы сравнить подпись. Но в основном все пользуются пин-кодом, поэтому карточку отдавать нельзя. То есть это основной вердикт, и когда общаешься на конференции на рынке e-commerce, это люди, которые уже умеют хорошо общаться с информацией. И происходит следующее. Ребят, кто из вас отдает карточку продавцу? Большинство. Все поднимают руку. И у нас, как это выразится, мы не пуганы еще, просто не пуганы. Да, да, да. Вот интересно, кстати, а каков процент потери денег из-за технического, фактора, вот там взлом кошелька и человеческого. О процентах я сказать не могу, потому что периодически мы делаем запросы в банке, для того, чтобы собрать общую информацию по, как это называется, по больничке, ну по рынку. И понять действительно, какой уровень этого мошенничества. Недавно были даны данные Центробанка 0,07, то есть это 0,007% это мошенничество. Что из них делится на потерю данных через банкоматы? Что из них делится на потерю данных через фишинг? Что из них делится на потерю данных через официантов и так далее? Ну это очень трудно собрать эту информацию, ну я практически, наверное, даже невозможно, чтобы оценить, как действительно человек потерял эти данные. Ну потому что это черный рынок, это, если только к ним напрямую я приду и спрошу коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией все-таки, что у вас происходит в черном рынке, эта информация интересна, там, допустим, законодателю. Ну, наверное, они поделятся. А если деньги уже потеряны? Вот я зачитаю с твоего сайта. Около 72% пользователей в России, потерявших денежные средства в результате деятельности кибермошенников, не смогли вернуть украденные средства. Таковы результаты исследований, проведенных в лаборатории Касперского совместно с аналитической компанией B2B International летом 2013 года. Да. Насколько возможно действительно? Суть в том, что у нас потребитель, во-первых, сам не может, не знает, как вернуть деньги обратно. То есть, если мы понимаем, что, к примеру, платеж посредством банковской карточки ушел, ну, представим, что у тебя интернет-магазин. Да. Я отправляю тебе платеж, ты не оказал мне услугу. Ну, к примеру, я обращаюсь сначала к тебе, ты мне говоришь, я тебе ничего не отдам, услуга оказана. Да, ничего не получал. Я иду в банк, пишу заявление на возврат денежных средств, и банк по правилам международных платежных систем действительно должен вернуть мне деньги, если ты ему не доказал о ситуации, когда ты не оказал мне услугу. Ну, то есть, если ты доказал, что услуга оказана, то мне деньги не вернут. Если ты не доказал, что услуга мне оказана, то деньги не вернутся. Но сама система доказывания, оказания услуг у нас не развита. Как я могу, например, доказать? Ну, на данный момент обсуждается, Винфином в том числе, обсуждается внедрение закона, ну, то есть, расширение, наверное, все-таки 161-го федерального закона, да, о том, что банки должны возвращать деньги по обращению клиента. Но, если мы возьмем рост потребления банковских карточек, то понятно, что и уровень мошенничества при возврате, так называемый friendly fraud, он будет расти. И банки себя пытаются обезопасить от подобного мошенничества. Да, действительно, есть потребитель, который возвращает деньги из-за действительно сложившейся ситуации, но есть же и мошенник, мошенник, который купил товар, потом написал заявление и вернул обратно себе деньги. Ну, то есть, просто украл у интернет-магазин, да. Учитывая это, банки, понимая масштаб беды, стараются себя обезопасить от ситуации и не возвращать деньги сразу же при написании заявления. Международные платежные системы за долгий период своей работы разработали уже и формализовали, собственно, весь процесс возврата денежных средств, ну и все претензионные работы по данному случаю. Но у нас свой путь, и мы, собственно, ну, как я понимаю, на данный момент законодатели разрабатывают собственное решение, отталкиваясь от своих видений, которое позволит возвращать как раз деньги пользователям, либо наоборот. Ну, вот если не, как говорится, не отталкиваться исключительно от работы законодателей, если брать только платежные системы в чистом виде, как они есть, на твой взгляд, из трех самых распространенных у нас платежных систем, Яндекс.Деньги, Киви и Вебмани, какая из платежных систем наиболее защищена? Вот этот вопрос в тупик, я не имею в виду отношения, я не пытался копаться в платежных системах. Ну, все-таки аналитические ресурсы, концепционные, поэтому... Все платежные системы, собственно, я знаю большое количество коллег из Киви, из Вебмани, из Яндекс.Денег, они все работают достаточно активно над безопасностью в том числе. И так как к их платежным системам сейчас есть возможность привязки банковских карточек, то этот вопрос у них стоит очень-очень высоко. То есть, если мы вспоминаем, допустим, внедрение сервиса привязки банковских карточек в компании Яндекс.Деньги, то они не давали, к примеру, возможности проводить платежи из стран, ну, к примеру, из айпишников и с эмиссией западной эмиссии. То есть, там Америка, Европа и так далее. То есть, они понимают, и банки им отдают информацию, и процессинговые центры о том, что уровень мошенничества, так называемого фрода, он высок. Поэтому пока они на тот момент не внедряли. После того, как они провели достаточно хорошую работу, они дали возможность привязки банковской карточек любой страны. Это была совсем недавно новость. Соответственно, они работают очень хорошо. Сам я не копался. Наверное, ну, как это называется, не бывает ничего невозможного в нашей жизни. И если постараться, то, конечно... Ну, понятно, что защищенность понятия относительна, ну, хотя бы ее оценить. Уровень вложений в то, чтобы взломать эту систему, должен быть равен уровню получения того и дохода. Ну, и вряд ли какая-то умная голова будет пытаться мучить как раз интернет-платежные системы. Они вон идут в банковский сектор и ломают, собственно, ключи и вытаскивают деньги. То есть, там проще? Ну, там уровень дохода больше, поэтому они идут туда. Я не скажу, что, наверное, проще, но... Следующий вопрос я хотел задать тебе по поводу будущего госрегулирования электронных платежных систем. Ну, например, одна из тенденций, скорее всего, как нам кажется, будут стараться идентифицировать и персонализировать аккаунты пользователей для того, чтобы они там не покупали запрещенных каких-то веществ, товаров и так далее. Что ты скажешь? Куда будет оно двигаться, госрегулирование? С одной стороны, был действительно внедрен 161-й федеральный закон, который регламентирует деятельность электронных платежных систем. И они либо ушли под банки и стали IPSP, либо стали НКО. И это позволило контролирующим органам видеть, что происходит на рынке электронных денег, потому что... Ну, и цифровой наличности, я имею в виду в том числе банковские карточки. Они видят потоки. Для них это важно, первое, видеть. Второе, защищать самого потребителя и самого пользователя, который, возможно, будет обижен. Потому что самый обиженный у нас это сам потребитель по идеологии. Но если говорить о том, что куда пойдет именно законодательная часть... Да, вот к верификации личных данных, например, что больше и больше, да? То действительно, даже посмотреть на новости, которые проходят, и часть твоего вопроса, скорее всего, касается к биткоину, который сейчас... Это будет следующий вопрос, да. Ну, в принципе, мы его объединить, да. Да, если мы говорим об этом, то мы понимаем, что, конечно же, законодатели не очень хорошо относятся... Криптовалюту. К вообще валютам без идентификации данных, потому что их там трудно контролировать. И второй момент, всеми валютами, которые являются не персонифицированы и платежными системами, ими пользуется действительно в большей степени черный рынок. Криминальных целей, да. Это те направления, которые в той или иной мере запрещены в каждой из стран. И поэтому законодатели именно закрывают эти направления. К примеру, торговать, опять же, там, наркотиками при помощи электронной платежной системы, которая у тебя не попросила данные, достаточно просто. Яндекс, в свое время, внедрив возможность персонификации данных, стала по умолчанию, ну, после выхода закона, блокировать счета, по которым идут обороты неконтролируемые. И после этого получали данные именно этого предпринимателя. То есть, что ты делаешь? Будь добр, расскажи, пожалуйста, нам, чтобы у нас не было проблем, собственно, с контролирующими органами. И законодатели, они в большей степени наблюдают вот за этим рынком. И не дают возможность развиваться валютам непроценифицированным. Вернемся к криптовалютам. К тому же биткоину, или вот даже у нас господин Мавроди, по-моему, криптовалюту выпустил. Прием оплаты в криптовалюте на сайте – это маркетинговый вирус или все-таки тренд, который нам не избежать? Дело ближайшего будущего. Биткоин – да. Это вот, я не могу сказать, что оно мошенническое, но даже в Китае его запретили. Ну, то есть, на данный момент. И напоследок я задам тебе вопрос, который у нас является традиционным. Тебе, как эксперту рынка платежа и электронных платежей, как консультанту в области, какие тенденции рынка электронных платежей ты считаешь самыми важными в интернет-магазинах? И там как для пользователей, так и для самих магазинов. Ну, все-таки, наверное, чтобы стимулировать развитие рынка, надо первично подключать прием платежей, ну, как таковое. Да, да, да. Да, это раз. Второе… Решение простое, но почему-то не очевидное для большинства интернет-магазинах. А второе – это анализировать потоки, анализировать поведение пользователей и улучшать свои ресурсы, свои онлайн-ресурсы. Это, наверное, ну, по крайней мере, то, что я вижу, потому что сейчас есть большое количество маркетинговых инструментов, которыми ты можешь завлечь аудиторию, а вот как научиться получать то value, да, которое, собственно, принесет нам, наверное, хорошее настроение, да, вот тут надо стараться, и маленькое количество, действительно, игроков сейчас работают на прибыль. В основном, вот если говорить про большие-большие компании, это вливание на долгосрочную перспективу с точки зрения инвестиций. Я редко встречал такие проекты, которые здесь и сейчас получают доход. И надо понимать, надо научиться там не только растить обороты, но и уметь зарабатывать деньги, потому что, действительно, с точки зрения получения наличных, мы знаем, что сейчас происходит с наличными. И второй момент – это переход в электронную коммерцию уменьшает наш доход на какой-то процент, который забирают международные платежные системы, банки, эквайры и IPSP. Сообщество, ну, опять же, есть ассоциация, российская ассоциация электронной торговли, электронной коммерции – это проект, да, и оно активно старается, собственно, приносить, пытается понизить процентную ставку по рынку, ну, по крайней мере, собирает информацию с рынка, и это недовольство пытается донести до игроков рынка платежных систем. Но пока это делается с трудом. Другой вопрос, что у нас еще путь достаточно длинный до европейской ситуации, да, и мы постепенно, скорее всего, придем к тому, что процентная ставка по платежным системам будет понижаться вниз. Но это путь, путь, который мы должны будем пройти. Ну что, большое спасибо, Слава, за консультацию. Наши зрители, а это в основном представители малого и среднего бизнеса, среди которых достаточно большое количество интернет-магазинов, а я думаю, что они поняли, к чему они готовятся в ближайшем будущем, и куда двигаться, и на что, в первую очередь, обращать внимание. Спасибо большое. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Я напомню, это была передача о рынке электронных платежей и платежных систем. Задавайте вопросы, предлагайте темы, внимательно смотрите наши передачи. Всего вам доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова